Так, еду в автобусе. Сегодня путешествие в горы. Такая установка в автобусе. Общественный транспорт тут четко ходит. Все по часам. Все по времени, понятно. Значит, билет стоит 15 лир, а это где-то 45 рублей. У нас, по-моему, 35, а здесь 45 рублей. В принципе, не так уж и дорого, и можно нормально ездить. И вот, друзья, такие здесь симпатичные районы. Конечно, машины здесь дорогие, но, кстати, очень много машин таких свежих, хороших. Такие вот домики стоят отличные. Сейчас вообще, я скажу, цена еще такая недорогая. Там квартира 55 метров, стоит 35 тысяч долларов. Типа для инвестиций вот такие вот цены предлагают. Хотя, для нас сейчас вообще не выгодно, потому что ВНЖ не дают. Какие-то требования тут сдавать нельзя. Только на долгий срок. Отрезают от рынка. Купил недвижимость, если тебя нет, то не подзаработаешь на ней нормально. Видно, отели не заполняются, поэтому такие законы вводят. По ходу дела, такие райончики. Ну, какие хорошие машинки. Тоже китайцы к ним, видно, зашли. Ну, какая китайская, ребят, видел, что за марка такая. Я даже ни разу не видел. Вот какая красотка. Видите, как красно здесь. Сразу горы начинаются. Красота. Ну, отлично вообще, очень хорошие дома такие. Красивые. Мы внизу живем, это наше белье, наш мотик. Вот здесь, да? Сына мотик. Он наехал на Бали сейчас. А, на Бали? Ну, еще лучше, чем здесь. Хотя и здесь неплохо. Они, когда началась мобилизация, нас двое их. Вот 20-летний тут остался. Мы не продлили ВНЖ, потому что он не член нашей семьи. Ну, такой совершеннолетний. Сюда. И вот такие апартаменты моих подписчиков у Марины. Очень у вас уютненько. Первый этаж, наверное, застопил вас, да? Вот здесь или нет? Да вот непонятно. У нас постоянно, ну, они стены сделали так, что они впитывают, как губка. Влагу, да, сюда? Влагу, да. Ну, это что-то такое вообще, как-то... Нет, ну, это мы сейчас заделываем. Это было, когда дети жили. Ну, сейчас просто смотрим, что с ними происходит. Вот. Такие большие апартаменты. Классные. У нас комнат. Сделали и селили. А здесь младшие. А, это столько здесь, 4 комнаты у вас, да? Ну, так. На самом деле, это вообще 1 плюс 1. А, 1 плюс 1? Ничего себе один. Такая очень большая. Ну, и из нее просто сделали. Ну, как бы, иранец барыжил на недвижимости. Ага. И он, ну, вот, допустим, вот здесь, ну, было до сюда, стена. И как бы так расширил, он там расширил, кухню расширил. Все расширил, 1 плюс 1. Такой получилось? Да, и получилось 2 плюс 1. 2 плюс 1, да. Ну, там маленькая комната, ну, ребёнок живёт. И, ну, а прихожей мы сделали, ну, чтобы ещё какая-то нет. Ремонт, да-да-да-да, да-да-да, да-да-да-да. Да-да-да, видел, вчера вот, гулял, красот. Вот, как раз набережная, она 7 километров по длине. И, как бы, сейчас они сделают набережную в одном, ну, в одном стиле, да. Там будут туалеты везде. Где-то туалетов, вот, на этой набережной, считали, для интереса порядка 20 штук. Ну, примерно. Ну, через каждые 300-400 метров. У нас в России, если один туалет, ну такое будет. У нас в Сибири, я как бы вообще тренировался, и у нас построили город, скалодром в черте города, но у нас нет туалетов для детей, для спортсменов, спрашивают, ну вот как с туалета, они говорят, ну как, у нас даже в более таких туристических зонах нет туалетов, как бы, я не знаю, что палка стоит, они опять же в одном районе, но в разных ущельях, то есть как бы вот эта скала, она как бы такая вот, ну вот, как бы выступ такой получается, и мы сейчас мы будем, скала будет находиться слева, это еще не освоенная скала, понимаете, то есть вот здесь вот слева, ну, с нашей стороны порядка тысячи маршрутов скала, ну потом мы завтра садим, посмотрим, а с этой стороны еще никто не освоил, ну потому что доступ к ней, к Амрика рядом просто проходит со скалами, доступ к ней сложнее, но они более вердикт, ну, более высокие, получается, и экспозиция там, а проблема, здесь же как Турция и Греция, они рядом, и они смотрят друг на друга, получается, и в Греции очень крутые скалы, ну, в мировом масштабе, и в Турции, но Турция проблема, что скалы летом невозможно лазить, они на солнце, получается, а этот, мы сейчас поедем в Греции. В экспозиции теневая, мужчина, в Неваре. А ж уже, как бы, в Москве, в Амрики, в Японии, в Амрики, я даже самей реке с Японии приезжаю сюда, на скалы, в Москву. Костоянно очень много иностранцев. Ну, да, завтра вот, мы как бы, видим, лагерь, сделали немцы лагерь, и принимают гостей. Когда мы первый раз сюда приезжали, ну, этот немец уже был, но не было никого у всех остальных, и вместо всех остальных были бастбище этих, ну, коз, и везде были козы, везде были тропы эти козлиные, сейчас козу ты просто не встретишь, эти, ну, кто занимается козами, да, они продали все свои участки. А, потому что дорого, да? Нет, потому что выгоднее продать, ну, и построят кемпы, кемпы, да, и сдадут иностранцам, сейчас просто сплошные кемпы там. Такой домик, ну, скромный, стоит 40 евро, в сутки. Ну, в сутки, в сутки, в сутки, в хорошей классе, да, ну, не дешево. Ну, ведь никак не в каждом туалет еще есть. Нет, туалет нет, у них там как домики, и есть общественный дом, где... Отдельная кухня. Отдельная кухня. Вот вывеска будет циклокет коричневый. Каяк Маркези, это, каяк, это горные лыжи, переводится. Маркези, это центр, горнолыжный центр. Ну, а почему решили сегодня поехать, потому что завтра уже выходной, и, как бы, на выходной там, ну, короче, куча народу может быть, и, короче, не так. Бывает, что застопорена дорога, потому что, да, у нас-то, особенно, ну, короче, боимся мы. Если не встанешь, встанешь вдоль дороги, там места на стоянке не так много, встанешь вдоль дороги, тебя могут что-нибудь, они же не сильно хорошо вводят. А, за 10 сегодня тоже. Ну, конечно, они даже в дождь очень часто переворачиваются. Ну, сейчас повернусь. Вот и его объедь просто. И туалетами, и велодорожкой, и беговая дорожка, там вот эта набережная. Ну, очень много бесплатных развлечений получается. Ну, это вообще отлично, да. Вот эти тропы всякие. Здесь около города сделаны велосипедные тропы по мотивам сериалов турецких. А, тоже так, да? Да. Ну, ты едешь среди садов, среди вот этих фруктов на велосипеде, ну, как бы, и, ну, смотришь, наслаждаешься вот таким. Кантри-сайд. Отлично. Хотя будет налог 20%. На них уже, да? Ну, да, они придут. Вот даже ты мне пришлешь кроссовки свои бэушные, я заплачу 20% налог. А, вот так вот. С их изначально, хотя они там могут быть с дырками будут, с их стоимостью. Или там пылесос мне пришлешь свой. А, и с изначальной стоимостью, это бывает, потому что я новые стою столько-то. И вот с новых я заплачу. Да, да, да. Ну, там просто смотрят по каталогу. Да. Ну, так же, как у него. Там будет Nike такой-то, там, а, ну, ладно, наверное, цена такая-то. Да, и вот там через 400. А я ничего себе это не знал. Ну, если через аэропорт мне привезешь, то, да, ну, без налога. Да, если сам лично привезешь. Поэтому, ну, каких-то друзей что-то просишь привезти, там, если что-то хочешь. Ну, вот... Направо 200 метров. Свою очень много привезу. Уже бойлер привезли через аэропорт. У меня был статус S7 вот этот. Поверните, направо. Аэропорт прикольно. С бесплатным багажом. Ну, здесь вот. Да, 50 метров. Нет, не здесь. Дальше. Это Ешил-Йолу. Вот это наша тропа. О, ну, мили в нем там нарабатывались. Как бы, ну, вот этим багажами привозили всяко-всячим. Ну, все равно что-то здесь. Вот, когда низкая цена была, ремонт сделали. Он у нас весь испортился. И, как бы, закупили там кое-какую технику. Да, это в прошлом году как раз самый низкий рубль должен. Там, по-какую. Лера, лера, 60. Нет, вот этот доллар. Ну, какая разница стоит. А сейчас, например, что-то я заметил, что очень сильно подорожало. Ну, если живешь без ресторанов и без оплаты услуг, допустим, услуги только парикмахерская, то это будет дешевле, чем в России. А, все-таки даже дешевле. Вот, если покупаешь продукты, ну, знаешь, где покупать. На рынке, там, на рынке на 2000 рублей, вот весь стол мы заваливаем, ну, раз в неделю, овощи, фрукты. Ну, как бы, что ты купишь в России на 2000 рублей овощи, фрукты? Ну, да, ну, пластиковые помидоры, может, будут, да. Да. Ну, и, допустим, молочка, ну, процентов на 10-20 дороже. 10-20? Вот. Мясо дороже. Мы едем еще. Через 200 метров поверните направо. Ну, да, надо еще знать места, где... Ну, мясо, ну, как где? Это роскошь здесь, да. Мясо роскошь, да? Да. Сами турки, у них всегда было мясо дорогое, потому что, ну, приезжать на право. Колбаса очень дорогая здесь, я заметил. Колбаса, что-то беру и прям дорого очень. Ну, здесь нет колбасы, ее нет смысла брать дальше. Ну, она такая не очень вкусная, конечно, так себе и пристой. Мы не берем колбасу. Мы раньше в Сюрье возили. А, с Россией, да? А сейчас солим рыбу красную просто вместо колбасы. Ну, классно очень, да. Рыба нормально получается, да? Рыба нормально получается, да. И у нас на завтрак вместо колбасы просто рыба. Ну, вот эту анчоус по-русски, да? Солим и красную солим. Ну, именно местная лосось, он дешево стоит. А норвежский, ну, как бы, это экспорт. Ну, это роскошь, да? В два раза дороже. Ну, он у нас дорого стоит. Ну, это как у нас в России называется семга. Семга, да, да. А у них, если турецкая семга, то она, ну, получается нормально. Ну, как бы, вот так приноровился. И, в принципе, бюджет по продуктам и по жизни, наверное, чуть-чуть дешевле, чем в России получается. Ну, как бы, если вот так жить... Это даже с тем, что сейчас лира выросла, да? Да. Ну, просто если сравнить цены... Ну, в России же тоже цены выросли. Да, 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 тоже выросли, да. Здесь только дороже, вот мясо катастрофически дороже. Ну, как бы, ну, 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 курица стоит так же. А, как в России, да? Как в России. Ну, рыба стоит так же. Рыба стоит так же. Молочка чуть дороже. Овощи, фрукты, на них, ну, как бы, у тебя их много в рационе, а у нас много в рационе. То ты за счет этого, ну, как бы, получается вот эта экономия небольшая. Ага, выигрываешь. Да. Не надо платить за отопление, там, сколько, 9 месяцев мы все переплатим, да? Ага, ну, да, да. Да. Мы, вот, у нас стоит газовое отопление, но мы свою комнату, допустим, не топим, зал не топим. Там топим у ребенка комнату и в ванну. Ну, чтобы полотенца сушились, вот это вот. Бабушка жила, бабушки топили комнату. Ну, как бы, ты, солнце вышло, ну, надо топить, да? Выключил, забыл, забыл, убить. Угу. Употелся. Ну, вот так. Ну, да, да, да. Тут, вообще, кстати, вещи вообще не сохнут. Ну, потому что нет отопления. У нас вот есть отопление. Ну, как бы, веревочки вот висят, там, помылся, полотенце повешен. Ну, там, нужно... Приноровиться, да. ...жить по-другому, чем ты думаешь, что вы, как в России, вот и все. Ну, и в квартире, конечно, комфортнее. У нас ребенок тоже, мы приехали, он, он уже убег, теперь. В сторону Кемера. Первая деревня, в отелях, ну, в простеньком. Ну, как бы, они устали там жить, ну, где-то месяц жить. Ну, как бы, в отеле жить тяжелее, чем в квартире, конечно. Угу. Ну, да, представляю. Потому что там, ну, что-то и канализация подпахивает, и это, и то, и сыровато там. Ну, хотя это был ноябрь, тогда мы приезжали. Он, как бы, с девушкой туда съезжал. Угу. Ну, а сейчас он уехал на поле, сделал себе, ну, типа, ИП, вот в таком духе, и на два года виллу снял. Ну, и как бы, нормально, там, говорит, ну, уже не что. Там, серфинг, вот это все. А, на поле, на поле, когда болит, там тоже что-то у них штрафы вешали, там, больше, по-моему, месяца находиться нельзя, нужно там визу подливать. Ну, 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 нет, он сделал себе типа ИП, и по ИП сделал себе ВНЖ. Ну, как бы, ну, как бы, это стоит денег. Ну, да, и маленьких денег-то. Ну, как бы, зато он живет там, где он, ему, прямо, уже нравится. Ну, так-то, да. Там дешевле, чем здесь. На поле еще дешевле, да? А питание, он говорит, что, не сравнить, но он любит как раз услуги потреблять. Ну, типа, ну, где-то есть, у него там девушка спит, он, это самое, там, пойдет позавтракает. Ну, куда-то там, он любит еще мотоцикл, у него там три мотоцикла, у него там три мотоцикла, у него здесь два был, он один успел продать перед отъездом, второй, как, потом продам, потом, а, вы ездите, оставьте себе, типа. Вот такой мотоцикл стоит здесь 10 тысяч долларов. Серьезно? Как машина у нас, получается, такая нормальная, да? Это такие цены, что у нас цикл здесь. Ну, это вот, наоб на роскошь. Ну, это, ну, это еще Ямаха, это не китайская какая-то, это Ямаха. Ну, да. Ну, да. Это, как бы, самая верхняя в модели, ну, этих табуреток, ну, на табуреток даже такие. Отсюда мы выходим, конечно. 750, да. Угу. Такие цены, да. Это, получается, у них здесь почти все на налог на роскошь, телефон нормальный, там, машина, все уже сразу на налог на роскошь. Ну, нет налога на что, на шмутки, на еду, на что еще. Нет, их очень много, что без, мы ехали, как, вот, в стиле автодома же ехали, 2,3 машины. Что дальше? Все прямо, прямо. Вот тогда что в том, как самолет стоит, да? А, кстати, нет. Нет. Потому что нет налога на роскошь, на какие-то машины, на коммерческий транспорт. Вернее так, он не такой вот большой. Типа фермерские вот эти вот будки. Вот автодома стоят примерно так же, как у нас. Самое удивительное, что я не знаю почему. Они делают из старых машин, у них очень высокая культура автодомов. И они вообще фанаты вот это, у них есть такие чуть ли не троллейбусом размером эти автодома. Панели вот эти телевизионные. Они там футбольчик смотрят. Ну да, мы по дороге. У нас вся набережная ими уставленная. Поверните налево. 120 метров. Уже у нас там талют вообще плохо знают. Я вот там таланью немножко не ездил, когда был. Там талют правильно плохо знают. Вот мы въехали, и там в каждом парке ты можешь встать. Есть туалет с молебной комнатой. Там все помыть можно себе. Моги там это-это. Можешь прям палатку поставить. Ты выставляешь стол с едой, они все понимают, что ты нормальный турок. Так ну как бы это нормально было. Мы ехали, нам все сговорили. Вы че? Типа давайте нам ночевать. Вы такие бездомные, бедные. Бомжи. А здесь это нормально, они все так живут. Это нормально, поездят на природе. Наоборот они нам такие. Давай, давай, правильно. И поэтому в каждом парке в пригороде останавливаешься. Там у тебя все условия есть. Да. Очень классно. Конечно, сравнили. Сейчас погон в случае примерно такая же, как здесь. Я думаю, плюс-минус. Да нет, сейчас наладится. Это просто вот, ну прям реально. Зима это очень мягкая, как раз снега нету. А здесь снега бывает, да? Нет, именно снега в горах нету. А в горах нету. Вот это 40 километров, 150 есть один. Вот видите, стена, которая начинается. Мы ее сейчас видим. Ага. Она еще не освоена. А, вот это да? А еще никто не лазил за освость ее? Ну, не то, что здесь лазит. Ну, как бы... Тут нет еще массовости как бы. Массовость. Когда освоено, я считаю, это когда там точки страховки есть. Ну, как бы вот так. Не то, что там. Ага. В общем, здесь не Верес, да еще? Такой массовости нету. Скалолазы не оберегаются для разных вещей. Не, ну, турки, они на самом деле деньги, что такое деньги, они сразу понимают. Да? Конечно, они же все там, то что там, где немцы начали осваивать, они все там скупили. Утку. Нет, ну, мы сделали турецкий. Ну, не в такой степени. Если мы где-то были, в Казахстане, в Киргизии, это гораздо, они более такие, ну, рвачи в плане денег. Ну, как вот и в Египте. Да, да, да. Вот в таком стиле. Урвать? Да, урвать. А здесь вообще нет этого. Здесь, ну, многие говорят, что надо торговаться, надо это. Ну, если ты ходишь в обычные какие-то базары, рестораны, там, ну, как бы, у них есть прайс. И, наоборот, я всегда сдачу не забираю, они за мной бегают, отдают мне. Ну, как бы, они, наоборот, суперчестные, я считаю. Угу. Потому что так. Ну, я постоянно на базаре забываю какую-то, там, купюру больше. Нет, я не обманываю. Как бы, просто, возможно, в курортной зоне есть такие люди. Ну, это везде. Скорее всего, у нас нет. В Сочи тоже точно такие же, которые, там, чуть у тебя проблемы, они могут нажаться на тебе. Ну, так ли? Ну, у них есть, ну, так, понятие стыда вот этого. Потому что нельзя обманывать. А, вот это все-таки у них же присутствие давно, да? Нет, это не то, что присутствие, это вот ребенка воспитывают именно, что стыдно. Стыдно украсть, обмануть. Поэтому, допустим, таксист, мы видели, оставлял ключи на колесе, там. Ну, видно, у них пересменка была. Ну, как бы, стоится около магазина такси. Нет, ну, не как бы. На мопеде мы... На мопеде мы... Ну, потому что, как бы, достаточно в этом плане, ну, как-то спокойно. Какой подъем сейчас? Какой подъем будет до самого садикета? А. Ну, надо в Снепу уже едем, да? Получается? Ну, пока еще не едем. Да. Ну, и сейчас только на... На самом деле, это 40 километров, но перед ощущением, что это... Ну, не как в Шире, где же, конечно, съели. Но это очень далеко. Очень далеко. 40 километров вообще по Асерпатинам очень далеко. Это по прямой быстро, да. В Крыму уже были или нет? Да? В Крыму? Конечно, конечно. Ну, и там вот в этот... Как там называется эта дорога в этот? А, я была. Вот еще точка, как... Вот если съездить на машине на ней, это... Ай-Петри. Ай-Петри, да. Там тоже, казалось бы, там 30 километров что-то. Ну, там это так научишься ехать, блин. Ну, а подъемники. А обратно уже еще спускаться потом. Ну, хорошо, если да, хоть еще нет, ничего не подморожено. Ну, вот наверху бывает. Ну, наверное, сейчас будет. А у вас ездить на зимнюю, да? Ездить, да? Да. Нельзя ездить здесь. А, нельзя ездить здесь? Нет, валить нельзя. На самом деле... Вот они написали, что с 1 декабря по такой-то, только на зимнюю. На самом деле, я не видел, ну, особо народ, чтоб ездил на зимней резине. А, вообще нет никого там получается? Ну, по закону так. Ну, по закону так, понятно. Короче, они к закону. Даже пропускать пешеходов штраф, кто не пропускает. Если ты будешь пропускать, то я скорее всего за 2 едут. А, вот так даже здесь. То есть, культуру еще такой нет, а пропускать? Ну, здесь, да. Здесь это как бы... Здесь не то, чтобы пропускать. Если, как говорит, красный, никого нету. То есть, если ты остановился, то тебе могут въехать взад. Серьезно? Потому что... У меня товарищ взял машину, ну, первый раз, и ему въехали взад. На красном? На красном, да. Ничего себе! Что-нибудь на красном пролетают, что ли? Не, ну, если никого нету, то ты стоишь 6 утра, пешеходный. Они тебе сигналят, типа, ты что стоишь, пешеходов-то нет. Ну, как так? Ну, это же по правилам мои, вообще, лишение прав. В России это? Не, в России есть правила, а есть логика. А, логика. Им это нелогично. Ты немножко подстраиваешься под место. Нет, у них есть свои плюсы. Вот, допустим, едешь, и, допустим, кто-то это решает. Ну, там, трактор как бы. Он едет, едет, смотрит за ними очереди. Раз, прижался, пропустил все. Ну, это много где-то. У нас, у нас только не принято. У нас, я не знаю, принято это. Нет, у нас не принято. Ну, чтобы не мешаться. Именно, чтобы не мешаться. Наших же как? Они занимают максимально... Вот они едут, все, я здесь король. Да, это будет еще в несколько этих фур, чтобы вместе едут. Да. Нет, ну, сейчас так уж, по возможности, конечно, уступают. Да нет. Ну, по-разному, по-разному. Нет, ну, это еще... Да, может быть, в европейской части. В европейской части. Да, у нас в Сибири никто ничего не уступает. Угу. Ты... Ну, как бы, тут очень тяжело ездить. А вы, получается, с какого города с Томска, да? Мы с Томска, да. Ну, это красиво. Я, конечно, вот в Сибири и не был, хочу туда съездить. Ну, сейчас вот, например, приятель скинул с Новосибирска. Минус 34. Ну, да. Все. Вот в Томске-Новосибире 250 километров. Да. А, рядышком, да? Все вылеты у нас, вот, практически, ну, особенно, когда после санкций остались с Новосибиром. Угу. Да. Ну, и с Томска мы, по-моему, за зарубежь никуда не летали. А сейчас туда приезжает очень много народу, да? Да нет, конечно. Ну, это очень распиарено все. Это неправда. Куда? Ну, типа в Сибирь, там. Приезжают? Переезжают? Кто приезжает? Нет, приезжают, ну, типа, туристы, да? Отсюда? Нет, нет, вообще я просто в России сейчас стал популярным переезжать. Сейчас можно спросить. Так кто переезжает? Да нет, конечно. У нас, ну, самое популярное направление, куда переезжает, это Питер. Питер, а, вот так, да? Да. Все дети, которым, ну, я с детьми занималась, у них у всех мечта, у нас даже вот сын младший, он поехал учиться в Питер. Ну, и кого не спросишь, если более-менее, все в Питер хотят. Все в Питер? Даже не на юге, не в Краснодар. Нет, ну, именно жить, ну, ты же не будешь на юге работать, да? Вот кем-то будешь там работать, а именно учиться, работать, в Питер едут. В Питер? Ну, раньше в Москву ехали, сейчас почему-то в Питер. В Питер? Ну, да, вот именно в нашем окружении, именно Питер, самое лакомое направление. В Питер едут уже к тому, кто на пенсию едет. Это, ну, нефтяники, кто, все, я не буду работать, там, это, как бы, юг, это не про работу, на самом деле. Ну, да, но сейчас вот Краснодар, он передаселенный прям вообще. У нас сын жил в Краснодаре, и тоже там, у него куча историй про всякие разводки. Там, ну, типа, девушка идет в парикмахерскую, там, краситься или что-то делать, ну, типа, на две тысячи ей говорят. Все, все сделали, восемь тысяч. Ну, и вот это, как бы, стандартная ситуация. Ну, да, он переезжал. Он болел ковидом, и он нанял с квартиры на квартиру грузчиков, ну, газельную. Какую-то цену поставили. Семь тысяч. Когда все загрузили, сказали, там, типа, двадцать семь. Двадцать семь. И говорит, если это, мы твои вещи забираем. И как так забираем? Ну, вот так вот. Ну, какие разводки у них. И в итоге он отдал. А он говорит, я вообще был на рогах, потому что там температурища, ковид. А он как раз, до этого у него были какие-то разборки, что его на пон брал, типа, что я в милиции, что это самое. Ну, и, в общем, он сюда летал. Ну, в общем, он так был рад, что уехал. Из Краснодара, да? Ну, да. А жил именно из-за того, что девушке нравилось-то. Ага. Ай-яй-яй. А, вот коза по солнцу забыла. Вот коза, да. Вот такие же козы там. Что-то от ней снимается коза. Интересно. А мы понимаем, что мы вроде как много чего видели. Кисловодский город. А, Кисловодский город? Да. Мы случайно там оказались, потому что наши знакомые покупали там квартиру и там хотел маму перевезти. А сами они в Сочи живут. Ну, оказалось, что очень много денег сюда обваливает. Там как-то Матвиенко подвязано. Очень крутой парк с тропинками, с размеченными. Да, очень много тропинок. Ущелья, которые можно посещать с людьми. Люди приезжают туда и очень приветливые. Они все время разговоры там. Ну, встречаешься, и они хотят тебе помочь. Ну, вот это как бы удивительный город. И погода классная. Но нет моря. В ближайшее море Абхазии они ездят. Ну, Сочи подальше получается. Чуть-чуть подальше. Ну, вот это Владикавказ. Многим вот нас встретили. Скалолазов с Питера. Им нравится Владикавказ. Ну, нам как-то, наверное, вот так понравилось. Как-то он просто на границе стоит. То есть, Владикавказ, грубо говоря, там 10 километров или 15. Ну, показалось, что люди менее приветливые. И как-то пытались нас развести тоже. Давай у нас как ночью мы. Ну, там чай попей. Ну, вот это вот. Как-то не очень понравилось. Такие сладкосты. Тоже есть местные, конечно, и моменты. Ну, допустим, местные продумок-то классные. Вот такие природные ландшафты. Потому что осень. Многолетняя. В Десентуки заехали тоже. В Лермонтов заехали. Ну, вот так вот по Кавказу. Потому что половина дороги были дожди и кое-где снег был. В общем, сюда попроще приехать. На зимней резине сразу, да? Ну, на липучке на зимней поехали. На липучке, потому что по-любому попадешь где-нибудь в зиму. Перевалы какие-нибудь. Еще что-нибудь. Ну, да. Мы именно боялись еще вот этот Ларс. Ну, там нормально все. А после нас что-то там как раз. Там что-то фуры стояли. Мы прям очередями закрыли для фур. Это вы в ноябре проезжали, да, пожалуйста? Ну, да. Ну, угодно. В Турцию въехали 3-го ноября. А, где-то ноября. Где-то 20-х числа. 1-го. 22-го там. Мы еще по Грузии немножко проехались. Там упали бы дней восемь там, по-моему. Да, мы тоже направили туда. Там тоже просто есть скалолазные районы. Мы подним проездили. Ну, и еще сын у нас заранился с Турцией в Батуми. Мы, допустим, встречаемся здесь. Ну, Батуми как-то вот, если сравнивать жить в Анталии и Батуми, ну, как бы абсолютно трешевые там все. Батуми трешевые, да? В сравнении с Анталии? Ну, да, да. Ну, конечно. Ну, конечно, стоят эти красивые дома, но кругом разруха, кругом вот эти бедные грузины. Нет инфраструктуры. Там, сходить в туалет это целый квест. Да, да, да. Там кафе надо искать. Надо кафе. Надо заплатить и увязать. Да, да, да. В другом тебя не будет. В будущем? Это да. Через 300 метров вы верите налево. Ну, конечно, они там, как бы, могут быть и классные, и, ну, такие добрые люди. Не, грузины-то нормально, да. Ну, у них у всех, ну, по крайней мере, мне так показалось, что очень большая обеда, что на Россию. Да нет обеда, они просто понимают, что у них свой путь. Ну, не знаю. Я не заметила. Они просто говорят, мы разошлись, а раньше-то мы были вместе. Ну, это не так. Нет, ну, они не договаривают, как бы, они не будут с первым встречным стаканом. Ну, мы общались с дедушкой, который охраняет территорию аэропорта. У него там зарплата, что-то, 2018 года. На наши деньги, да? На наши деньги. Ну, ни копейки там, да, вообще там жить там невозможно. Но он нам еще и фруктов принес. Ну, там фрукты с сады, скорее всего. Ну да, но тем не менее. Конечно. Там все рассказал. Ну там, вот, добавили в аренду 350 евро, например, там вот снимать. В Ольга где-нибудь. А там таких зарплат-то нету даже. Или зарплата будет там... Ну, вот в этом и есть рассмотрение, что приезжают люди, которые в день могут потратить столько, сколько вот этот охранник зарабатывает в месяц. Да, 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 да. Вот где-то будет. И, ну, вот это, ну, как бы, ну, тяжеловато, допустим. Здесь, допустим, бюджетники и пенсии намного выше, чем в России. И ты, наоборот, вот так же, как бы, ну, чувствуешь, что, ну, ладно, ну, они нормально живут. Здесь учителя, врачи, ну, там, все, кто в бюджете работает, нормально зарабатывают. На бюджете, на бюджете, на бюджете где-то, больше тысяч долларов. Западались, да? Писали туда, да. Угу. Но они постоянно повышают, потом инфляция, потом опять повышают, ну, вот так вот. Ну, вот где Иван Тай, тут, заметно, тут, конечно, все вот это помогало. Все из тебя хотят, тут какие-то документы, что-то придумают, тебе каких-то услуг, которых тебе не нужно. Не знаю, мы вообще не сталкиваемся с этим, потому что... Не, ну, конечно, мы ужасные, тренируем уже. А не то, что, ну, как мы в ноябре приехали. Ну, ну, как бы, как бы, ну, естественно, все почитали, все знаешь, там, как бы. Ну, там, инжет делали через помогало, там. Смогала ли у них фирма? Да. Ну, на что они нам помогали? Они нам страховку сделали, они по заявлению. По заявлению. Ну, да, допустим, все запомнили, с которым какие-то документы. Ну, там, по 500 лир они с нами взяли. Вот и все помогали. Да, вот все. Ну, это так вообще экономично. Да, мы теперь же запомнили, все сделали. Ну, да. Перечень документов. Вот эти одного документа какого-то не будет. И, как бы, что будешь потом делать? Ну, просто тебе не дадут войны. Судиться с ними. Мы посоветовали нам на два года дать. Ну, что, типа, у вас... Они наоборот нам, да. Мы, ну, думали, сейчас еще никому не дают. А страховка, ну, очень дорого стала стоить. Страховка? Да. Ну, ты понимаешь, ну, типа, что ты будешь доплачивать. Ну, это как так. Но она есть. Скорее всего, если какой-то серьезный случай, ну, там, попал куда-то там, по скорой, она будет вот это накрывать. А если ты просто, допустим, ну, там, с чем-то пошел, ты будешь доплачивать постоянно. За каждый анализ, за это, за это. Ну, как бы, она минимальная. Минимальная. У них крутая страховка идет государственная. Ну, ее дают, надо год прожить, и дают ее на семью на 100 долларов в месяц. Ну, ты, в общем, идешь в ту же долю? Ну, да. Ну, там в государственной клинике входит все. А в частных, ну, там очень тоже сильно покрывают, надо доплачивать. Ну, если ты хочешь побыстрее, чем вот, то можно в частных. Ну, кто-то выбирает такую страховку. Ну, кто как поступает. Ну, вот на этой минимальной остается и решает, что если что-то случится, поеду в Россию, туда лечиться. Ну, люди по-разному поступают. Да-да-да. Это получается 80 тысяч на 2 года на двоих, да? Ну, да. Ну, это за счет, потому что ему 60 исполнилось. Ага. Ну, как бы, вот это тоже возрастная, как бы. Ну, как бы. У нее 12, у нее. У меня 12, но у нее 8 из этих. Да. А я вот, ну, ну, я из 74-го. Одного мудрость. Ты 13 тысяч лир. И у нее, ну, подожди, 20 получается. Ну, и вот тоже как бы рискнули, что купили на 2 года. Да. Вот эти биджики сколько это стоит там. Ну, короче, год. Ну, короче, подожди. Двадцать пять стоят. Общая страховка наша с тобой. 75 тысяч. Ну, под 80. Ну, вообще так немало. Как бы тысячу долларов. Ну, да-да-да. Ну, как бы, это вот такой. Треница такая плата, да? Вот большая. Ну, да. Остальное по мелочам. Там, как бы, пошлина. Там... За машину, наверное, тоже день взяли, да? А как? Не за машину ничего не берут. А машину берут. Страховка. Страховку на год мы купили. 15 тысяч рублей, по-моему. 15 тысяч. Здесь, как бы, они даже не смотрели... Объем двигателя... Просто машина... Вот столько-то. Ну, как бы, у них, похоже, нет завязки. И у них, и у них страховка, допустим, если это место, на местных номерах, она всех водителей включает. Ну, как бы, любой может сесть. На российских там только семья может ездить ближайшая. Вот. А, ну, это турецкая страховка покрывает любого водителя, которому водитель доверил на свой автомобиль. Мотоцикл у нас, получается, любой будет пытаться. Ну, как бы, который имеет права в категории А. Угу. 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 Ну, должно быть категория, получается. Ну, в целом, ну, 15 тысяч. Ну, как бы, в России наша машина... Ну, там, 11 тысяч. Ну, где-то... Ну, бензин, да, дороже. Ну, мы не пользуемся машиной, на самом деле. Мы на мотоцикле все делаем. А, мотоцикле... Ну, вот, там, 15 километров по городу мы ездим на мотоцикле. На скалы. Ну, мы просто не знали, что они будут. Ну, просто так получилось, что... А, ну, хорошо, еще у вас права есть, получается, заработать. Ну, да. Ну, у меня, ну, и прав нет уже. Получается, мне надо сдавать. Ну, парка. Где-то в России. Ну, по идее, если вот путешествовать, это тема. Ну, просто впервые на греческом острове Калимнос, это около Коса столкнулись с тем, что там все, ну, удобнее всего ездить на мотоцикле. Там на 50 кубовом ездили, которые с бэк-категории. Ну, и, как бы, немножко научились, ну, как бы, с велосипеда, на него сразу и научились и ездили. Ну, там вот такая практика, что по острову все ездят на мотоцикле. Угу. Там же 10 евро в день стоило. Ну, 10 евро в день. А получается, что все-таки на остров Костр-Грецию надо визу открыть в России, да, параллельно? Ну, да, да. А здесь, получается, вот если ВНЖ это делать, виз открыть можно, что в детскую или нет? Ну, с ВНЖ ты имеешь право так же подать на консульство. Можно, да? И приложить ВНЖ, и, вроде как, это, ну, может больше понравиться. Ну, эти, говорят, туркам, даже туркам не дают. Что-то делать? Ну, потому что они, то ли, не хотят, чтобы они ездили. Ну, опять же, бабка сказала. Одна бабка сказала. Все считают, что везде есть какой-то заговор. Заговор? Ну, конечно. Ну, жизнь гораздо лучше, чаще всего, чем люди думают. Ну, так же, типа, говорят, что русских сейчас не пускают в Турцию, там, что-то там. А на самом деле, ну, это общая тенденция, потому что у них страна не справляется, как бы… С потоком туристов. С потоком. Именно так. Они должны, как каждый турист, должен быть приписан к адресу. Они должны, ну, следить, ну, чтобы, чтобы, Бог, это порядок. Ну, просто их столько, что они не справляются. И они определились, что… Ну, естественно, как бы народ бухтит, что цены повышаются. Им кажется, что это туристы повлияли. Потом это землетрясение еще было. Люди остались без крова в большом количестве. А цены выросли, да? Ну, да, да. Ну, это вот такая мера. И, скорее всего, они подумают, что это невыгодно потом. Ну, поменяют. Ну, это, скорее всего, временный момент. Да, сейчас просто определили верхний паром 200 тысяч жилья. Ну, такое жилье… Ну, то есть, сразу отсекли всех практически. Да, конечно, нет. Я вот 200 тысяч не буду тратить. У них, как бы, такой суммы даже нету. 200 тысяч долларов. Ну, у них у каждого есть. Что они со временем сделают, интегрировали? Не, ну, очень-очень много людей накупили. И они находятся, ну, как бы они опыт получать. У нас даже семья. 55 тысяч долларов, как бы, при покупке не было там. Ну, не стоило жилья. Вторая планка была – 75 тысяч. У нас, вообще, ну, как бы, любая цена, ну, как бы, когда мы купили, там, до 21-го года, ты получаешь ВНЖ. Ну, так же, ну, да, значит, что это все реально будет? Нет, ну, они оставили, что те, кто купил, там и получают ВНЖ. Там тоже хитрость. Если недвижимость оформлена, допустим, на разных людей, то они не получат ВНЖ. Они называются туристические ВНЖ, а дают только по такому, по недвижимости, по собственности. Ну, вообще, кеморрой, конечно, полный такой. Ну, да, да, да. Не то, что кеморрой, просто, законы, ну, изменились немножко, и ты уже не соответствует. Ну, с другой стороны, понятно, что они пытаются, как-то, защитить свой народ. Ну, то, что пострадали иностранцы, ну, как бы, в первую очередь, своих защищают. Ну, да. Ну, это просто еще раз говорит о том, что сильно не надо что-то рассчитывать там, чтобы купил там вот недвижимость, и все будет так же, как и есть. Ну, да. Все меняется. Все меняется. Тем более, что там ты нормально ездишь, а завтра тебя могут не пустить, или там два месяца может работать. Ну, да, да. Ну, как бы, самое такое, это иметь еще какой-то паспорт. А, вот так вот. Ну, как бы, это да. Ну, если у тебя есть паспорт другой, да? Ага. Ну, вот. Это, это, ну, как бы, это, это, ну, это, это, ну, это, это железно тебя выручит в какой-то плохой ситуации. Ну, понятно. Ну, сейчас паспорта можно получить, тем более, сейчас там. Ну, кто-то заранее подсуетился. Да, да. Ну, как мы. Он не знал, но уже у него есть паспорт. Ага. Мы не знали, но у нас уже есть. Через 300 метров продолжайте движение прямо. Кто-то же и европейский паспорт успел получить. И подзарет на себе паспорт. Да, это тоже. Ну, просто кто-то, ну, думал об этом заранее, кто-то так день заработал, да, в России. Ага. Ну, хочешь. Ага. То вот, наоборот, к тебе относятся, ну, как к даме там, какой-то, к мадам там. Ну, да. Они всегда говорят, мадам. Да. К европейке, да? Ну, да, да. Как бы, а в Египте, ты даже можешь с мужем на ресепшене стоять, там у тебя голое плечо, они могут там положить руку, или ручку подаешь, ты заполняешь, он тебе вот так за арру после водить там. Ну, да, вот, ну, как бы это вот 2000. Ну, и тогда было, это вот как бы по-другому совсем. Давно уже не ездили, но это было, и было, и есть, и будет. Типтяне они просто такие. Ну, 20 лет назад мы начали, родился ребенок второй, ну, ездили в Египет, потому что, ну, как бы, удобно было. Ну, и на реале, такой, с ребенком, ну, отдых, ну, как бы, что можно что-то делать, и, ну, и ребенок не сильно мешает. Ну, и, как бы, ну, как бы, каждый год ездили в Шарм. Ну, потом, там самое такое, больше всего понравилось Марсалам место. А, Марсалам? Да, от Хургады, там, что-то, 200 километров, по-моему, что-то. Да-да-да, там 180 километров. А ты хотел что-то сидеть, так и не доехал. Ну, чем хорошее место? Если сверху ходить, ну, пустыня и пустыня. Это висит. Да, это висит. А если именно море само, ну, кораллы, вот этот подводный мир, ну, там более такое первоздатное, в этом плане. Марсаламе? Да. Но всегда ветер, Шарм всегда тише по ветру. Угу. И, ну, вот, Хургада, вот эта часть, она, как бы, больше волны, более ветреная. Да, Хургад такая ветра. Ну, там, купался он сейчас. Еще даже. Да, по воде. Здесь же купались, нет разницы. Мы купаемся, как бы. Нет, нет, разница в воде. Есть? Я здесь еще не купался. Я вот, еще надо кунусать будет, да? Вот в воскресенье, наверное, можно будет уж купаться. Угу. Ну, именно надо идти в районе часа, когда максимально солнце. А, потеплело, да? Да. Не утром, а вот именно. День 12.30 в час. В час 30. Вот так вот примерно идти. Вот. Попробуй. Я, конечно, хочу, может, в Россию улететь на наш юг. Вот сейчас ловлю по капелетике, посмотрю. Немножко продлил. Уж хочется, конечно, немножко здесь насладиться Турцией. Вот. Ну, у меня получилось хорошо, я комнату снял. это как раз вообще недорогая, такая же здесь, для нас это занять очень сложно. Да, да, это очень крутое цена. Так здесь что вы东си все подражало, но мне кажется, вам цена вы Avengers и нужно упасть. Потому что народ оттуда уже выезжает, пока Б HUX ки да. ну в сезон будет потолок цены никогда не падают не ну в долларах может она и упадет ну хотя вот сами квартиры скорее всего они падают на самом деле у нас соседка наверху на нашей квартире она сказала так что она купила квартиру вот в нашем нашем подъезде тогда еще за 170 тысяч долларов ех ты, ни фига себе так вот когда началось повышение она говорит только сейчас у меня перекрылась ну то есть она купила лет 5 или 6 назад там у них 3 плюс 1 получается там у них другая квартира она большая случительная три сам узла вот прям над нами у нас это все крыло получается но верхняя и выше потому что у них все лучше в таких входят да у них вот у нас там ну вот вот с лоджием которым мы сделали у нас вернее ранее сделали у нас где-то 85-90 квадратов а у них за счет того что лоджии вообще все у них 120 или больше такой ну 130 и три санузла это стандартная планировка турков три санузла круто да ну один из спальни один такой ну нормальный в родительской спальне обязательно один на входе в костевой да один для всех и один типа турецкий туалет и там обычно мужчина туда ходит у них может может уже принять когда там все занято ага ну и в туалет как то вот как бы почему то у них мужчина будет вот так сомн так боится да? ну как то вот им нравится это не то что вот он как бы какой то крайний человек ну и им просто вот удобно вот так вот такой кто то кладовку делает там но в целом вот три санузла это стандартная турецкая планировка у них каждый ребенок в отдельной комнате два брата они не будут в одной комнате жить каждому ребенку в отдельную комнату чтобы у него там ну свой мир был в этой комнате а как дождать? ну у трупов как бы у них значительно выше как-то запрос на хотя они могут вообще не получать денег ну вот они допустим рассчитывают на лето ну а работают в бизнесе берет кредиты там живет потом бас где-то приходит и ничего нету ну как вот ковид там ага ну они могут такое себе позволить не ну и вот этот комфорт он везде ну вроде как не имеешь его но ты им пользуешься а получается мы тоже открыли турецкий счет да? ну это когда квартиру покупали там обязательно ну а как ты будешь в ней? это было необязательное условие было да? ну мы боялись что там как раз закрывались вот эти границы что мы дали задаток и что мы не сможем деньги привезти ну там перекрывали вот эти вылеты и мы договорились что риэлтор будет ну получать эти деньги оставили ему генеральную доверенность на счет вот реальную ну что на деньги получит то отдаст хозяин ну ну мы приехали по путевке мы нашли квартиру ну и как бы собрали там у нас были друзья как бы евлики там что-то сняли что-то и д д д д д нас было больше десяти человек друзей и мы его успели купить ну как бы да ну не то что купить а дать задаток дать задаток оформить договор на два месяца а у нас там в Томске продавалась однокомнатная квартира ну и вроде был покупатель приехали покупатель сорвался заняли заняли денег прилетели купили там потом ту квартиру продали ну в общем подшустрили вроде бы ну в итоге процесс да процесс ну да ну просто вот эта идея она ну как бы поняли что да сначала ну мы хотели автодом купить ну как бы серьезно да почему начали на ходу смотреть потому что поимели чужой опыт ну чтобы примели на себя автодом поняли что ну что ты будешь иметь потом там недвижимость в Крыму мы там все излазили все излазили понравился Семеис ну как бы по ландшафту ну как бы Семеис это место такое там да? место ну в районе Ялты ну как бы это греческий поселок старый это вот Алубка Алубка рядом не Воронцовский дворец вот как бы рядышком но по менталитету Бахчисарай мусульманский больше понравился ну потому что вот там спокойнее там как в Турции там море просто нету среди татар ну море 20 километров ну и там дурацкое море там песчаные пядли ну да мутная вода а Смис красивое море но все дети у меня ну мы ездили команды туда тренироваться каждый год каждый год они заражались от воды вот этими вирусами от отит гайморит вот эти все инфекционные как-то ну там ну что в Ирлбуре она уже не слезает сюда два раза я приезжала ни одного больного ну как мы ездили в июле обычно ну постоянно вот эти боленчики и там процентов 90 детей оно с температурой болело значит ну видите да но подъемники стоят мы посмотрим может быть они только стоят ну в общем ну еще Крылки как бы каждый год все более спорная территория и как бы ну пойдет пойдет а почему что в кем туда вместо льбать? ну потому что решили что надо запозироваться здесь а в принципе можно ездить на любой машине ну на самом деле нам такое больше даже понравилось вот едешь да ты как пич едешь а ты знаешь что тебя там живет в комфортные условия ага и ты будешь ну кайфовать ну а сейчас автодом то вообще не актуально сейчас актуально сейчас все закрыто но отказались мы раньше до закрытия границ конечно до закрытия границ ну как бы ну как бы ну именно именно была идея ну когда перестанешь работать ну как то ну жить в тепле и как это осуществить с помощью автодома с помощью там какой то там Крыма ну и в итоге это трансформировалось вот так да а все таки переломы моментов чтобы не взять автодом что было такое комфорт все таки ну тогда примеряешь на себя это все ну и понимаешь что там ну это будет не так это будет конечно временно это не будет постоянно ну в принципе на этой машине мы можем ну по всей Европе допустим откроют границы или мы там визу положим у нас есть ну в Испании живет допустим могут нам сделать наверное гостевую визу допустим в Польше есть ну и как бы ну поедем ну как бы мы можем всю Европу проехать на этой машине в ней спать можем ну да 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 она такая у вас очень удобная да нет а тут к ней есть еще ну да 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 очень ну в принципе ну нормально у нас же там мы же ее все полностью подготовили не солнечной панели не вот эта мультиварка а даже эту сухую панель даже есть ну вот как там называется типа пауэрбанка большого большого да который холодильник есть ну да то есть 10 литровый холодильник есть компрессорный холодильник мультиварка кстати в дороге очень удобная тема да мультиварка на Алиэкспресс продается для дальновайщиков там она 3 литра или 2 литра в принципе в четвером поесть по одному разу когда у вас 320 получается есть да нет прикуривателя а вот так даже на самом деле у нас вот этот блок который 8 килограмм который мы на него заряжаем от машины а с него уже куча всего все гаджеты можно заряжать что хочешь а батареи сейчас современные лобовуху закрываешь ушел гулять 100 ватт батарея и она прям качает как прикуривались нормальное солнце ну да сейчас все продумано просто иди брать ну да и как бы получается автономия прям шикарная у нас есть палатка допустим делаешь душ ну как бы там через день у нас был душ ну потому что как бы холодно и даже холодно днем обедаешь и нагреваешь на газе воду такая небольшая помпа и как бы через день мы даже в холоде могли тоже принимать и очень классно я вот тоже сейчас думаю или минивэл или универсал просто проще потому что авто дом целый гонять я вот один полгода на нем катался универсал наверно проще потому что он ниже и ты на нем безопаснее будешь ездить по всяким неудобицам ну да ну да и полноприводный только полноприводный круто особенно в России вот эта машина для твоих идеальный вариант идеальный да для твоих вот ну как бы по размеру ну супер просто ну все равно ты готовишь все это делаешь на улице в машине ну просто у нее даже вот мы 21 день прожили уже появился запах такой ну в машине да да в самом ультивак вообще что-то это дерево оно все равно впитывает в себя ну которые сзади и как бы а вы его выкинули сразу приехали сразу еще месяц то я вот сейчас вот я не знаю есть запах нет но все равно что люди здесь жили ну готовы или что-то там даже с открытым ну люком да ну ну сзади с открытым багажем все равно запахом тут ничего не сделаешь поэтому я не представляю в автодоме если готовить все равно по дороге мы ни в одну кафешку не зашли даже кофе свое да ну как бы все варишь ну как бы это был челлендж очень классно и это было комфортно ну а зачем вот самый кент кофе если ты это самое ну ты можешь сварить кофе ну да тут кофе вообще очень дорогое на нем все кафешки зарабатывают все растраты все растраты на кофе потому что 50 лари 100 лир а у нас для меня да да друзья сюда въезд 100 лир на машине вот мы мы решили машину оставить здесь вот так вот сейчас покажу вам тут такие виды красивые снежок и смотрите друзья на каких мы едем номерах вообще прям сразу уже соскучился как красиво вот на русских номерах по Турции ух ну такая вот красота здесь горы снег уже видите снежок вот лежит немножко здесь но пока вроде так погода еще такая тепленькая достаточно но такие горы красивые места конечно здесь такие шикарные места конечно здесь такие шикарные такие шикарные такие шикарные